В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. У нас в квартире ГАЗ, а у вас как обстоят дела с газификацией в Сарове? Вылечить переломы и растяжения. 20 мая день травматолога. Далее расскажем обо всем подробно. Нуждающихся в соцподдержке теперь будут определять автоматизированно. Закон об этом приняла Госдума. Выявлять таких граждан и вести их учет будут через единую государственную систему социального обеспечения. Новый закон позволит пересонифицированно информировать о мерах социальной поддержки в соответствии с жизненной ситуацией, а также сократить сроки предоставления помощи. Гражданину останется только при необходимости подать соответствующее заявление, пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин. А всю необходимую информацию для назначения пособия, включая финансовое и имущественное положение гражданина, соответствующие органы возьмут из единой государственной системы социального обеспечения. Провести газ на участке для многодетных на улице Нижегородской и бесплатно дегазифицировать участки в Балыкове. Решить эти вопросы могла бы северная закольцовка газопровода высокого давления. Однако у местного оператора нет на это возможностей, а у города полномочий. Как быть и появится ли газ на обозначенных территориях? Депутаты разбирались на очередном совместном заседании думских комитетов. Ситуация критическая, обозначил позицию директора компании «Саровгаз» Геннадий Вертей и предложил комплексный план развития системы газоснабжения Сарова. На его реализацию необходимо чуть более 50 миллионов рублей и уложиться нужно в ближайшие пару лет. Северная закольцовка газопровода высокого давления позволит дать газ в будущее домам многодетных на улице Нижегородской, а также дегазифицировать участки в Балыкове в рамках указов президента. Но есть проблема. У местного оператора компании «Саровгаз» средств на строительство магистрального газопровода нет, а у города нет полномочий. Вопросы с перекладкой газопровода на улице Балыковской как бы так прозвучало, что на перспективу и не намерены вот это реализовывать. И было предложено рассмотреть вопрос в плане реализации вопросов по дегазификации, вернуться к этому вопросу и за счет средств единого оператора решить этот вопрос. Не хватает либо мощностей, либо распределительной, их надо включать в программы. Тут решили возложить на операторов, уже как их называют ГРО-2, то есть которые региональные такие, или собственники сети, или как у нас в этом объекте, естественно, на поле. А механизм сам компенсации им затрат, либо финансирование не отработан оказался. Чтобы решить вопрос, нужно привлекать федеральные и региональные бюджеты. Для этого заявляться в различные программы и искать поддержки на высшем уровне. Однако это не позволит реализовать именно проект закольцовки. Как правило, программы адресные и решают конкретные проблемы, при этом растягиваются во времени. По вопросам взаимодействия с единым оператором газификации, как я уже говорил, возможно построить только запровод для нужд заявившихся, и это не решит вопрос для многотепных. Нами направлены письма и по Нижегородскому, и по Балыковскому, и Министерству строительства, и МинжКХ по включению нас в региональную программу развития газовых сетей. Причем МинжКХ писал, что это не их полномочия, Минстрой просит предоставить документацию. И, в общем-то, у нас есть надежда, что по Нижегородскому этот вопрос решится, потому что мы его заявили как для газоснабжения участков для многодетных. В отличие от адресных программ, которые решают точечные вопросы, северная закольцовка газопровода расширила бы и перспективы строительства индивидуального жилья в северной части города. Но обсуждая больше часа предложенную программу, депутаты так и не нашли решения, как реализовать проект в рамках города. В любом случае, без поддержки региона в этом вопросе точку не поставить. Лидия Шулаева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. В ближайшие дни в Нижегородской области прогнозируют заморозки. Синоптики обещают, что до вторника местами по региону температура воздуха будет опускаться до минус 2 градусов, а поверхность почвы может остыть до минус 3. Другая важная информация в подборке коротких новостей. 26 мая стартует государственная итоговая аттестация для выпускников школ. ЕГЭ в Сарове будут сдавать 573 человека. Математику на профильном уровне выбрали для сдачи 409 выпускников. Среди экзаменов по выбору наиболее предпочтительными оказались физика, информатика и ИКТ. Наименее популярными по-прежнему остаются литература 33 человека и география 8 человек. Количество ДТП в Нижегородской области сократилось на 9,5% с 1224 до 118. Раненых стало меньше на 8%. При этом число погибших в ДТП увеличилось с 72 до 78. Частично это связано с тем, что водители не используют ремни безопасности. В этом году зарегистрировано 120 ДТП, в которых хотя бы один из участников не был пристегнут. В результате этих аварий погибло 16 водителей и 10 пассажиров. Для того, чтобы предотвратить подобные трагедии, ГИБДД Сарова проводит профилактическую операцию «Пристегнись». Дорожные полицейские выявляют нарушения и объясняют водителям, зачем необходимо использовать ремень безопасности. 1730 жителей Нижегородской области пострадали от укусов клещей в этом году. Обращения в медорганизации были зарегистрированы в 47 районах региона. Больше всего в Городецком, Борском и Семеновском. В лабораторной исследовано почти полторы тысячи клещей. Из них два были инфицированы вирусом клещевого энцефалита, 42 – возбудителем эксодового клещевого барелиоза. Напомним, если клещ, который укусил вас, переносил энцефалит, необходимо сделать укол иммуноглобулина. Препарат важно ввести не позднее четвертого дня после укуса клеща. По-прежнему самой эффективной профилактикой заболеваний, переносимых паразитами, остается вакцинация. Прививку нужно повторять каждые три года. В Центре поддержки предпринимательства пройдет акселератор социальное проектирование. Его организуют при поддержке Альянса «Атомные города». Принять участие могут как предприниматели и самозанятые, так и те, кто только задумывается о создании бизнеса. Акселератор социального проектирования – мероприятие для ЦПП не новое. Даже во времена пандемии находили возможность его провести. Читали лекции, организовывали семинары для предпринимателей. Защищали проекты перед экспертами онлайн. Сейчас ситуация позволяет встретиться в очном формате. Цель этого акселератора – это формирование, упаковка, создание социальных проектов. Проектов, направленных именно на благо, на развитие закрытых городов. Не только в Сарове этот акселератор проводится. Многие закрытые города, не все, но участвуют в этой программе. Уже завершился акселератор в Заречном. Теперь наша очередь. Стартует акселератор 26 мая. До 28 мая приглашенный спикер Елена Куликова расскажет, что такое социальное предпринимательство и его бизнес-идея, как продвигать свой социальный проект и о других нюансах этой сферы. Принять участие могут не только те, кто уже действует и имеет статус социального предпринимателя. Заявки могут подать и те, кто только планирует начать деятельность, и те, у кого такого статуса пока нет. Но есть идеи развития бизнеса на благо города. Это не бесплатная деятельность, но это деятельность в таких сферах, которые требуют особого подхода. Деятельность направлена на решение социальных проблем в обществе. Например, если в нашем городе чего-то не хватает, открытие нового производства с точки зрения Альянса Атомных Города, это социальное предпринимательство. Закрытие точек, нехватки чего-то, каких-то услуг и так далее. Также социальное предпринимательство может быть направлено на оказание услуг социально незащищенным слоям населения. Первый этап обучения носит более теоретический характер. Второй этап 8 и 9 июня будет посвящен разбору маркетинговой стратегии, разработке бизнес-плана и рассмотрению финансовых показателей. Свои проекты участники «Акселератора» представят на защите комиссии, куда войдут представители Росатома, Альянса Атомных Города, органов власти и приглашенные эксперты. Те проекты, которые будут признаны лучшими, получат финансовую поддержку под свои потребности. На самом деле, размер финансовой поддержки определяет Альянс Атомных Города по практике прошлого года у нас победили два предприятия, два предпринимателя, которые получили финансирование в общей сумме порядка миллиона рублей. Заявки принимают 25 мая. Обучение стартует 26 мая. Подробности можно узнать в Центре поддержки предпринимательства. 20 мая отмечают Всемирный день травматолога. В этот день каждый, кто когда-то получал травмы, переломы, вывихи, готов сказать слова благодарности всем, кто стоит на страже нашего здоровья. Оперативные и уверенные действия врачей позволяют многим из нас в короткие сроки вернуться к обычному образу жизни после полученных увечий, а кому-то сохранить жизнь. Профессию Михаил Девятайкин выбрал не случайно. Когда он учился в 11 классе, его отец сломал ногу и попал в больницу. Врачи наложили пациенту пластину на костный остеосинтез. После операции он встал на костыли через двое суток. Профессионализм докторов настолько поразил Михаила, что он решил стать травматологом. И именно оперирующим в кратчайшие сроки ставить на ноги пациентов с травмами. Путь, чтобы стать травматологом, очень долгий. Это 6 лет учебы, плюс, чтобы получить сертификат травматолога, это либо год интернатуры, либо 2 года обучения в валинатуре. Я был в валинатуре. То есть в общей сложности 8 лет учебы. Но после этого надо еще повышать квалификацию. Травматологи нашей больницы – постоянные участники врачебных конференций. Медицина не стоит на месте. Появляются новые методы лечения и более технологичное оборудование. И докторам необходимо постоянно совершенствовать мастерство. Операционное второго хирургического отделения тоже укомплектовано современными приборами и медицинскими изделиями. У нас есть электронный преобразователь рентгеновский, который нам помогает в операционной контролировать все наши операции. Есть ордерскопический стойк, который позволяет малоинвазивно лечить коленный сустав. Ну вот как бы самосиловое оборудование. То есть у нас сейчас большие возможности. В среднем в день в отделении делают 2-3 плановые операции. С 2015 года здесь проводят эндопротезирование тазобедренного сустава. Эта процедура помогает поставить на ноги пожилых пациентов с переломами шейки бедра. Эндопротезирование успешно проводили и 90- и 100-летним пациентам. Михаил говорит, что каждый случай, с которым приходится иметь дело, уникальный и интересный. От знаний и умений хирурга подчас зависит не только здоровье, но и жизнь человека. Чем быстрее мы правильно сделаем, поставим на ноги, получается, я не знаю, лучшей профессии я не вижу. Игорь Львович – частый пациент 2-го хирургического отделения. Как он говорит, в эти дни отмечает 10 лет с тех пор, как впервые сюда попал. Застарелые спортивные травмы дают о себе знать. Первый раз врачи ему оперировали ахиллесово сухожилие. Мужчина практически не мог ходить, но благодаря профессионализму саровских медиков встал на ноги. Опять попал сюда и опять, в общем-то, дали мне возможность ходить. Еще несколько дней назад я еле-еле ходил с палочкой, сейчас я вот хожу уже на своих, у меня идет улучшение. Очень приятно видеть и врачей, неизменно корректных, неизменно спокойных. Они всегда уверены в себе, вселяют уверенность уже одним своим видом. И тем же их помощникам, и медсестрам, и санитаркам. И я думаю, что, вот я сейчас говорю я, но вы пригласите любого, и любой из находящихся здесь скажет большое спасибо коллективу этого отделения. Во втором хирургическом отделении трудится 39 человек – это врачи, фельдшеры, медицинские сестры и санитарки. Свой профессиональный праздник, который во всем мире отмечают 20 мая, они встречают на посту с неизменной доброжелательной улыбкой, готовые прийти на помощь и поставить своих пациентов на ноги. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24. В мае свой профессиональный праздник отмечают представители еще одной важной профессии – фармацевты. Работники аптек помогают клиентам найти нужное лекарство или подсказывают его аналоги. В городе работают несколько аптечных сетей, в том числе и муниципальные аптеки Сарова. Первое аптечное учреждение в городе основали 75 лет назад на базе Саровского монастыря. А в 1949 году на нынешнем Октябрьском проспекте 18 открыли первую типовую аптеку номер один. В этом историческом здании на протяжении десятилетий не было ничего другого, кроме аптеки. Сначала это была аптека с изготовлением лекарственных средств. Здесь работало много людей, то есть это коллектив, человек 10-15, лекарства изготовились вручную, гналась вода, делались настойки. То есть это не аптека, ведь раньше не было много готовых лекарственных форм, да, большинство лекарственных форм выполнялось вручную, для этого требовались большие специалисты. Раньше провизоры, то есть фармацевты, отмечали свой праздник вместе с медиками. Но все изменилось в 2021 году, когда 19 мая учреждили День фармацевтического работника. Дату приурочили к открытию первой российской аптеки в московском Кремле при Иване Грозном. Также этот день совпал и с 75-летием в Саровской аптеке, поэтому фармацевты города отметили двойной праздник. Вам огромное спасибо за ваш вклад и в здоровье горожан, и в экономическую составляющую города, поэтому благодарю искренне абсолютно и не вижу причин вам, скажем, переживать о своем будущем, вот о сложностях развития. То есть вы действительно занимаете очень правильную и достойную нишу в городе, действительно горожане к вам ходят за советом, за пониманием. Глава города встретился с заведующими сети городских аптек, побеседовал с ними об их работе, а также поздравил с праздником и вручил благодарственные письма. После Алексею Сафонову провели экскурсию по небольшой экспозиции, которая находится прямо в здании аптеки номер один. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте и «Одноклассники». Также там вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей.